И все же G20, в первую очередь экономический форум, несмотря на то, что не включенный в повестку дня сирийский вопрос затмил все остальные темы. Сегодня лидеры 20-ки подписали итоговую декларацию. Основное внимание уделили борьбе с налоговыми уклонистами. Планируется, что в течение следующего года все 120 налоговых юрисдикций начнут обмениваться информацией автоматически, а значит утаивать прибыль станет сложнее. Участники саммита также договорились отказаться от протекционизма, который мешает торговле. Решено провести оценку объективности рейтинговых агентств. Калийная афера по-прежнему одна из самых обсуждаемых тем. Сегодня стало известно, что манипуляциями с акциями Уралкалия заинтересовались компетентные органы Германии. Как передает Deutsche Welle, Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором страны проведет проверку на предмет возможной манипуляции рынка и фактор инсайдерских сделок. Результатом которой может стать обращение в прокуратуру для возбуждения дела. А тем временем биржевые эксперты раскрывают схему, которая привела к обвалу акций калийных компаний. И дала возможность на пустом месте получить сверхприбыли спекулянтам. Впрочем, как рассказывают брокеры, и обвал рынка, и последующая спекуляция имеет одно происхождение. Следы ведут к владельцу Уралкалия Сулейману Керимову и его топ-менеджерам. Биржевые игроки и участники калийного рынка запомнят конец июля крушением котировок крупнейшего в России и не последнего в мире производителя минеральных удобрений Уралкалия. Официально основной причиной резкого падения капитализации компании стало заявление о разрыве отношений со своим ведущим трейдером белорусской калийной компанией и намерение торговать самостоятельно. Правда, эксперты уверены, развод с БКК, похоже, играл периферийную роль. Менеджеры Керимова готовили блицкрик на калийном рынке и начали с его обвала. Вот сейчас с Уралкалием носятся им. Знаете, что он сделал? Вот сейчас я не знаю, почему не хотят правду сказать. Давайте расследуем, на каком основании этот деятель решил устроить международный демпинг. Говорят, 20 августа приняли решение опустить цену на 23%. Мы же в Белоруссии создали совместные предприятия. Эффективные, мощные, интересные. Мы зарабатываем вместе и можем контролировать этот рынок. Решил кинуть, как бандиты в 90-х, Белоруссию. А теперь орут, что он все правильно делает. Давайте создадим комиссию и в Думе создадим, расследуем. Еще в феврале стоимость акций Уралкали оценивалась более чем в 23 миллиарда долларов. Однако уже с июня начинается и значительное падение. Крупные акционеры избавляются от своих долей. Накануне разрыва с БКК акции подешевели почти на 20%. Это то, чего добивался Сулейман Керимов. Главный акционер начал активно скупать ценные бумаги. Почти сразу после выхода владельца группы ИСТ Александра Нессиса из состава акционеров Уралкалия свой пакет в нем на 4,5% увеличил фонд Сулеймана Керимова. Теперь ему принадлежит почти 22% компании. По какой цене был куплен пакет, не раскрывается. Но если фонд господина Керимова покупал акции уже после обвала котировок, спровоцированного самим Уралкалием, он мог сэкономить 130 миллионов долларов. Как отмечает газета «Коммерсант», кроме существенной прибыли, Керимов нарастил свое влияние в компании. До блок пакета, позволяющего накладывать вето на любое решение других акционеров, оставалось менее 4%. Далее Керимов и его менеджеры играли уже по-крупному. В конце июля Уралкалий разорвал отношения с БКК, а на калийном рынке произошел обвал. Цена акции российской компании упала приблизительно с 220-270 рублей сразу до 140. Тут на ровном месте вдруг она взяла и стала стоить в полтора раза дешевле. Причем чисто от действий менеджмента. И естественно, я глубоко уверен, что и генеральный директор Уралкалия, и основной акционер Сулейман Керимов, и совет директоров, который так или иначе принимал решение или подписывал это, как говорится, разберутся другие компетентные органы. Они действительно не глупые менеджеры, и они великолепно понимали, к чему может привести те или иные действия. Получилось, что более половины собственников, другая половина, меньше, будем называть вещи своими, фактически кинуло. Очевидно, что биржевой обвал готовился, и о нем знали владельцы крупных пакетов акций Уралкалия, но не знало большинство акционеров, которые как раз и потеряли половину своих капиталов. Наверняка Керимов предполагал, что о махинациях с акциями и развалом БКК вскоре станет известно. Чтобы избежать исков, топ-менеджеров Уралкалия за неделю до обвала застраховали от судебного преследования на 100 миллионов долларов. Действия застрахованы, и они ожидали, что могут пострадать интересы их акционеров, и поэтому застраховали. Керимов и его менеджеры, обвалившие рынок и акции Уралкалия, думали на этом хорошо заработать. Расчет был прост. После того, как акции Уралкалия упадут на самое дно, начать их скупку по мизерной цене. Наверняка у тех, кто скупал акции Уралкалия в момент их падения, был расчет на последующий сильный рост, на восстановление этих акций, что давало бы теоретическую возможность хорошо на этом падении заработать. Но арест главы Уралкалия и подача в международный розыск на других менеджеров этой компании, в общем-то, скорее всего, поломало игру тем, кто рассчитывал на быстрый рост и на быстрый заработок. Биржевые эксперты говорят, что нет ничего удивительного в том, что Керимов привел Уралкалий к краху. Его стиль – рейдерский захват и прибыль на махинациях, а не развитие и инвестиции. Что ждет когда-то успешную компанию, пока не ясно. В Уралкалии работают более 10 тысяч человек. Исходя из стиля управления другими активами Керимова, можно предположить, что в случае дальнейших потерь сокращать издержки он начнет с персонала предприятий, например, в Соликамске и Березняках. По Уралкалию что делать? Какая ваша позиция? Будет какое-то восстановление или нет? Вы знаете, я думаю, что сейчас тот сектор, к которому, в общем-то, неопределищийся инвестор, не стоит входить. Объясню, почему. Ну, лучше подождать, посмотреть, как сложатся обстоятельства. Новых контрактов мы пока не видели, ни по объему, ни по цене. Махинации Уралкалия коснулись всего калийного рынка и многих его игроков. Как отмечает агентство Bloomberg, за четыре дня до скандального обвала Уралкалия в акциях мировых калийных компаний отмечались рекордные объемы игры на понижение. Другими словами, перед тем, как обрушить рынок, инсайдеры, видимо, заняли и перепродали акции своих конкурентов. Учитывая снижение капитализации калийных компаний более чем на 20 миллиардов долларов, спекулянты могли заработать миллиарды. Не трудно предположить, для чего структуры, владеющие акциями Уралкалия, заняли в начале лета миллиарды долларов у коммерческих банков. Что интересно, обвал на рынке этих акций начался заранее, приблизительно за неделю. О чем это может нам говорить? О том, что, скорее всего, кто-то заранее знал о том, что последует такой демарш со стороны российской компании и заранее начал распродавать акции. Для этого есть простое название «инсайдерская торговля». То есть само по себе желание заработать на колебаниях акции, оно нормально, его используют и крупные инвесторы, и мелкие спекулянты. Но вот использование инсайдерской информации для работы на фондовом рынке является серьезным уголовным преступлением. И в Западной Европе, и в США, когда выявляются такие случаи, виновные получают многолетние сроки и огромные денежные штрафы. Махинации на бирже с ценными бумагами тоже махинации, и за них возможно наказание. Не исключено, что и на Западе будут разбирательства, так как действия менеджеров Уралкалия коснулись немецких, канадских и других трейдеров. Как передает Deutsche Welle, федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии заинтересовалось обстоятельствами резкого падения котировок немецкого концерна КС, занимающегося добычей калия и производством удобрений. Проводится рутинная проверка на предмет возможной манипуляции рынка и фактов инсайдерских сделок. В случае, если подозрение в манипуляциях на фондовом рынке или проведении инсайдерских сделок усилится, ведомство начнет уже формальное расследование по данному делу, объяснили там. В этой ситуации финансовое ведомство получит право на анализ конкретных сделок частных и юридических лиц. По его окончании сотрудники должны принять решение о том, следует ли передавать собранную информацию в прокуратуру для возбуждения дела. Сергей Хоментовский, Юрий Прокопов, агентство теленовостей. Тем временем, один из главных фигурантов калийного дела, Владислав Баумгертнер, останется под стражей. Суд партизанского района Минска не удовлетворил жалобу адвокатов на меру пресечения генеральному директору Уралкалия, который находится в СИЗО.